РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ Наступила весна, причём, судя по всему, не только календарная. Часто говорят, что климат у нас не подарок, что за февралём следует феврарт, а за ним ещё феврель, ну и так далее. Это верно, конечно, так бывает, но верно и то, что всё познаётся в сравнении. Например, в составе России есть республика Саха, Якутия. По территории она на минуточку, как пять Франций. И вот там весной ещё и вообще не пахнет. И как там люди живут – загадка. Если мы здесь за 4-5 месяцев устаем от зимы, то каково им? На днях из Якутии вернулся музыкальный коллектив «Ихтис». Там проходили гастроли. Узнаем подробности о климате и о людях от лидера этого коллектива, Адриана Гусейнова. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Адриан. Здравствуйте, Алла. Очень хотелось бы узнать подробности о том, каково там сейчас в зоне вечной мерзлоты практически существенная часть Якутии находится в этом таком климатическом поясе, не самом благоприятном для жизни. Но говорят, что там, где очень холодно снаружи, у людей внутри тёплые сердца. Так ли это? Да, это действительно так. В нашем случае это особенно чувствовалось, потому что мы вылетали отсюда из Москвы вечером, прилетели туда утром. Ну, мы летели 6 часов, плюс 6 часов разница. Соответственно, мы прилетели туда утром, нас сразу встретили, а в этот же день у нас должен был быть концерт. Вы сейчас поймёте, к чему это. И мы очень переживали, что, ну, вот не спавши, да, как мы выдадим, будет ли вот, если будет ли контакт со слушателями, зрителями. И удивительно, первый концерт в Якутске, в здании семинария, в зале в Актом. Там очень много народу пришло, там дополнительные стулья, всё. И я считаю, что концерт очень получился хорошо, именно за счёт того, что нас так приняли, что просто невозможно было не выдать эту искру. Вот. И я даже вот подчеркнул в конце концерта, я их поблагодарил очень именно за это. Вот. Но это ещё не всё. Нам представился второй концерт в Нерюнгре. И мы там, отдохнувший день, мы ехали на автомобиле. Ну, знаете, для москвичей такие расстояния – это что-то, а там это, в общем, как и в Сибири. Короче говоря, мы на микроавтобусе выехали утром из Якутска в Нерюнгре и проехали 14,5 часов. Вот. По трассе федерального значения, дайте угадаю, Лена, М56, которая представляет собой очищенный от леса лунный пейзаж, если называть вещи своими именами. Слушайте, Алла, ну, я не ожидал от вас такой продвинутости. Именно так, да. Я там была. Да, там очень, конечно, солнечно, но, в общем, тайга-тайга. Вот. И, ну, и хорошо, что мы всё-таки днём поехали. Не дай бог сломаться там на морозе где-нибудь по дороге. Да, должен сказать, что мы прилетели в минус 39, да, 15-часовой почти переезд в Нерюнгре, вот. И, значит, на следующий день концерт. И мы опять, ну, понятно, что такой переезд для нас непривычный, мы разбиты. Но, опять же, нас так встретили. Вообще, конечно, во многом это благодаря ещё и Владыке Роману, вот. Потому что вокруг него такая здоровая, очень добрая и хорошая атмосфера. Чувство, что все, кто его сотрудники, они его искренне любят. И это отражается на всех их делах, которые они делают. Ну, соответственно, это был след православной молодёжи Якутии. И мы это добро и тепло чувствовали изобильно. И стоило нам выйти на сцену, когда мы увидели, как нас, в общем, встретил зал, конечно, эта искра появилась, и концерт прошёл на ура, и в конце мы опять отдельно благодарили за... Ну, они удивительные, реально удивительные. Я знаю, что священников там немного, вы упомянули епархию, и им приходится перемещаться из пункта А в пункт Б на автобусах, машинах, иногда даже самолётах, а иногда и на... Ну, то есть там практически, знаете, три дня на оленях, вот как у нас принято говорить. Вот это почти буквально так. Как вы считаете, насколько эта миссия значима, что ли? Насколько людям нужно, чтобы к ним вот так вот приезжали, преодолевая такие расстояния? Вы знаете, людям это, ну, помимо того, что духовно просто необходимо для спасения души, да, мы понимаем, что без церкви и траинства это невозможно. Для них это ещё чисто и психологически очень важно. Вот, например, мы... Вот мы сейчас были четвёртый раз в Якутии, да. В первый раз мы поехали с ансамблем в Тикси. Это самая северно-населённая точка России, Якутии, и север Якутии. Так вот там, ну, там было освящение храма, и вот для местного населения вдруг мы поняли, что само сам факт наличия храма, да, теперь и освящение его, в людей вселило какую-то надежду и спокойствие, что Россия, ну, мы Россия. То есть, ну, она вспомнила, даже наличие священника просто в Тикси и храма, это вот прямо вдохновляющее на них действие. То есть мы часть России, да, вот мы не на ошибе где-то. Хотя даже внутри Якутии туда только самолёт там можно добраться, ну, или каким-то там ледаковым, потому что Тикси – это вообще такое особое место. Там, кстати, священники, чтобы окормлять ближайшие эти наслеги, да, они, по-моему, называются, или лусы, не по-моему, врать не буду, ладно. Они, в общем, там даже на вездеходах перемещаются, потому что там других, другого возможности нет. Вот, да, для народа это очень, очень необходимый, востребованный. Адриан, а напоследок можно вас попросить поделиться самым ярким вашим впечатлением от этой поездки? Что-то, может быть, случилось у вас такое интересное, может быть, даже курьёзное? Каждая поездка что-то своё, там, допустим, позапрошлое, там, мы попали впервые на… Раз в году проводится День оленевода, мы, кажется, прилетели в Нерюмбрии, и нам предложили как раз сегодня, так сказать, иметь возможность, мы поехали, нас это очень, конечно, впечатлило, вот, там. Ну, там было и интересно, и даже где-то смешно, потому что, например, это, в основном, там оленеводы Ильянки были, это прямо на реке замёрзший весь праздник проходил, там стояла трибуна, в смысле, сцена, где хороводы, они местные танцы водили, там выступали, значит, слово предоставляется знаменитому ветерану оленеводу Прокопе Терентьевичу Семёнову, представляете, вот. И я уже сейчас, мы так замерли, думали, что какой-то выйдет старобрядец, там, с седой дведы бородой, с таким именем-то. И вдруг уходит такой коренастый, старый-старый ивенк такой, морщинистый, переваливаясь с ноги на ногу, такие вот, немножко колесом ноги, и говорит в микрофон, я, конечно, за техними, ну, просто интонацию передам, он сказал, в чём у нас мысль, у нас какую-то мысль, он имел в виду, он сказал, щегулды-бугулды, бугулды-турулды, с праздником. А может быть и не бедные, потому что, когда поёт музыкальный коллектив «Ихтис», это, знаете, можно только позавидовать тем, кто рядом. Ну, вы знаете, это надо как-то, к этому надо быть готовым, потому что уже где-то за час до подъезда к Нерю, где он просто выключил свет, попросил, ребят, поспите. Я думаю, что бедный. Спасибо вам большое за рассказ, красочный такой. Я думаю, что после этого мы как-то вдвойне будем ценить ту весну, которая приходит к нам раньше, чем в Якутию. Ой, да, ой, да, 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 вот все, кто меня сейчас слышит, не вздумайте роптать, не вздумайте роптать, правда. Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», был с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!